Продолжение следует... Спрос и предложение как-то эластичность, немножко разобрались в видах издержек и определении оптимальных объемов производства компаниями на конкурентном рынке, на рынке монопольном. Ну вот сегодня мы немножко закончим с монополией и разберем, наверное, один из самых интересных в плане стратегического взаимодействия типов рынка – олигополию. Ну, начнем с некоторых добавок к тому, что мы говорили вчера про поведение фирмы. Вот, кстати, в конце занятия мы коснулись очень мельком вопросов потребительского излишка, излишка производителя, мертвых потерь. Вот что это за штуки и для чего, собственно, они нужны и как с ними бороться. Значит, ну, классическая картинка, обратная функция спроса и обратная функция предложения. Заданы, неважно, линейном виде или каком-то другом спрос и предложение. Вот у нас есть точка равновесия. И вот представим себе, что это действительно конкурентный рынок, на котором присутствует много компаний, предлагающих продукт, и много потребителей, которые этот продукт потребляют. И вот установилась вот такая вот равновесная цена P со звездочкой и равновесный объем Q со звездочкой. Означает ли это, что потребители что-то получают от того, что этот рынок существует? Есть потребители, которые готовы заплатить продукцию очень много. То есть вот есть там какой-нибудь Иван Иванович, который за 1000 рублей готов эту единицу продукции купить. А вот есть Петр Петрович, который готов за 900. Следующий за 800, за 700, за 600, за 500. Вот цена 400, например. Означает ли, что к каждому установлена своя отдельная цена? Скорее всего, нет. Скорее всего, все приходят в магазин, и там написано 400 рублей, а не то, что там, здравствуйте, Иван Иванович, вот специально для вас у нас эксклюзивная цена 1000, потому что вы готовы заплатить 1000. Да, вот к этому мы еще и вернемся через некоторое время, через несколько минут. Но вот в варианте простом у нас есть фиксированная цена P со звездочкой. И в итоге Иван Иванович получает то, за что готов заплатить 1000, за 400 рублей. Соответственно, 600 рублей он оставляет у себя в кармане, это его экономия. А Петр Петрович 500, следующий 400, 300, 200. И, наконец, последний человек, который идет просто мимо проходил, наверное, я не смогу купить, я вот даров 400 точно не готов за эту продукцию платить, а там вот такие вот богатые люди, которые готовы за нее выкладывать гораздо больше деньги. И тут он заходит в магазин и смотрит, ага, а тут цена 400. Ну, хорошо, я тоже покупаю. И у него уже никакого эффекта дополнительного, никакой экономии средств нет, он просто покупает за 400, за продукцию, которую и готов купить за 400. А следующий готов купить за 300, за 200, и он уже не покупает, ему особо эта продукция не нужна. Соответственно, что мы получили? Вот эта вот вся площадь треугольника, это потребительский излишек, потребительский излишек, или по-английски consumer surplus. И это величина, сокращенно ЦС, которая характеризует эффект этого рынка на совокупности всех потребителей. Если мы посмотрим на сторону фирм, фирмы тоже разные. Есть фирмы, которые готовы, там, не знаю, у них остатки товара остались, они готовы за 150 рублей их продать. Они получают с этой единицы продукции по 250 рублей. Есть фирмы более эффективные, у них эффективная технология, они где-то нашли дешевое сырье, дешевая производительная рабочая сила, они готовы по 200 предоставлять эту продукцию и 200 рублей кладут себе в карман. А следующие кладут в карман только 100, а следующие 50. И, наконец, на рынок приходит фирма, которая готова производить эту продукцию за 400, то есть себестоимость, ну, включая нормальную прибыль, за которую фирма готова находиться на этом рынке, это ровно 400. И они видят, что они могут ровно за 400 продать. Ну, никакой сверхприбыли они не получают. Ну, тем не менее, они на рынке присутствуют. А вот следующая фирма уже могут производить там за 450, 500 и так далее. Они на этот рынок продукцию не предоставляют. При данных условиях они ждут какой-то более благоприятной конъюнктуру спроса. Соответственно, эта величина – это излишек производителя. или по-английски producer surplus, сокращенно PS. То есть это, по сути дела, совокупная прибыль всех производителей. Эффективных, менее эффективных, ну, и самого неэффективного из тех, кто все-таки присутствует на этом рынке. Ну, если мы говорим о том, что, возможно, какая-то дифференциация, понятно, что это в долгосрочном периоде может вымываться, да, в краткосрочном периоде это может существовать. Вот. Ну, и если мы говорим об обществе, то у нас есть social welfare, общественное благосостояние, которое чаще всего меряется просто как банальная сумма потребительского излишка и излишка производителя. То есть то, что у нас экономят, покупая продукцию потребители, и то, что получают производители. Вот, собственно, все, что здесь заштриховано, это в совокупности получает общество. А теперь представим, что все эти фирмы каким-то образом объединились, например, в картель, и могут контролировать цену на продукцию. Ну, что они, скорее всего, сделают? Они, скорее всего, поднимут цену до некоторого монопольного уровня ПМ. При этом они понимают, что продажи будут ниже, да, то есть объем производства монополии ниже, чем объем конкурентов. Для потребителя это, конечно, плохо, да, то есть вот была цена 400, стала цена 600. Но означает ли, что мы все изъяли у потребителя? Нет, не означает. То есть приходит тот самый Иван Иванович, который готов заплатить тысячу, видит продукцию уже не по 400, а по 600, тем не менее он ее покупает, и он все равно рад тому, что этот рынок существует, рад, что эта монополия существует на этом рынке, и продает хотя бы за 600 рублей каждая единица продукции, и потому что он 400 рублей кладет себе в карман. А следующий человек кладет 300, а следующий 200, а следующий 100. И вот какой-то треугольник потребительского излишка все равно на этом рынке присутствует. А что с фирмами? А фирмы, наоборот, получают теперь дополнительно 200 рублей с каждой проданной единицы. При этом, с одной стороны, это хорошо для них, то есть они получают дополнительные деньги. И явно вот этот прямоугольник, он достаточно большой. Но они теряют вот этот треугольник прибыли, который был у них раньше, а теперь его нет, потому что объемы продаж сократились. Они искусственно сократили объемы продаж продукции. Но, тем не менее, видим, что вот эта вот фигура, ну, в общем случае, криволинейная трапеция, которая вот здесь вот изображена, вот это вот все новая величина излишка производителя, новая величина совокупной прибыли всех фирм, которые работают на этом рынке. Чему равняется теперь общественное благосостояние? Потребительский излишек плюс излишек производителя. И эта величина стала вот такого вот размера. И видим, что у нас вот этот вот правый треугольник не достался никому. Ни фирмам, ни потребителям. Вот эта вот величина, это мертвые потери, о которых вчера чуть-чуть шла речь. Мертвые потери, или по-английски dead weight loss. То, что является как раз издержками высокой степени рыночной власти. Монополия плоха не тем, что она так нещадно эксплуатирует несчастных потребителей. То есть вот многие считают, что а давайте возьмем, и пускай у нас есть какое-то эффективное очень государство, которое в состоянии извлекать монопольные прибыли. И вот давайте мы отберем всю вот эту вот величину монопольной прибыли. И передадим тем несчастным потребителям, которые переплатили за продукцию. Может оказаться это спасением от монополии? Оказывается, нет. Более того, потенциально мы берем, если всю эту сумму передаем потребителям, то есть потребители получают теперь всю величину общественного выгодного состояния. И не исключено, что это будет для потребителей даже лучше, чем было раньше. Потому что раньше у них был вот такой вот треугольник, но вроде как он меньше. Вот эту вот величину потребители потеряли, а зато вот эту вот величину теперь получили. Через перераспределение они получили даже больше, чем раньше. Но фирмы-то теперь не получают ничего, у них все изымают в виде налогов. А могут ли вообще каким-то образом перераспределительные механизмы сделать ситуацию хотя бы сопоставимой с старым уровнем? Нет, потому что весь пирог, это величина потребительского излишка плюс излишка производителя, это вот эта вот величина за вычетом мертвых потерь. Мертвые потери не достаются никому. То есть это то, что общество теряет. Поэтому чем больше выпуск, чем больше выпуск, стремящийся к точке равновесия, тем, собственно, лучше для общества. А если у нас сокращается выпуск относительно равновесного уровня, то, соответственно, тем сильнее становятся потери. Можно? Можно. Ну, не совсем понятно, что звучат от общества. Ну, общество, мы говорили, что мы берем банальная пока сумма потребительского излишка и излишка производителя. Потому что и там люди, и здесь люди. Ну, понятно, что в некоторых случаях у нас кто-то из вот этих составляющих является более важным. Ну, как бы, а кто более важен, потребитель или производитель? Ну, я считаю, что... А почему? Ну, потому что вообще, да, социальная структура построена в том, чтобы людям не было тяжело. Хорошо. А что, на фирме не работают люди? На фирме работают слишком мало людей. Ну, в общем, все работают, все потом потребляют, да? То есть в этом смысле это те же самые люди, которые являются потребителем другой продукции. То есть мы же отнимаем у всех фирм. Ну, единственное, что здесь, конечно, можно воспринимать как некий довод в пользу того, что потребители, потребители там каждый теряет там понемножку, да, вот. А фирма вот всю эту прибыль, она, наверное, не поровну распределяет между всеми своими работниками. А вот есть, да, допустим, там владелец фирмы или там ее акционеры, они получают больше денег. То есть это увеличивает неравенство. Вот. Ну, с неравенством, наверное, этот довод может быть немножко учтен, да, то есть засчитан. Вот. То есть помимо вот этого общественного благосостояния мы должны сделать какую-то поправку на уровень неравенства в стране. Если при прежнем уровне благосостояния достигается большее неравенство, наверное, это чуть хуже. Но с неравенством нужно все-таки бороться какими-то иными способами, то есть не через там какие-то запреты фирм там выплачивать какие-то особо большие там, не знаю, бонусы топ-менеджерам или там через какие-то ограничения зарплат, тем более. Ну, потому что, собственно, это просто уведет в бизнес тень и никаким образом не решит проблему. То есть скорее, вот если говорить про меры, которые я считаю правильными, нужно гарантировать некий минимальный уровень, ну, а дальше ты можешь, ты работаешь. Ты эффективный бизнес, хорошо, там, у тебя топ-менеджмент принес тебе там 100 миллиардов прибыли, ну, хорошо, пускай у них будет по миллиарду зарплат. То есть это вполне реальная вещь, несмотря на то, что там люди эти получают действительно очень большие доходы. Да, то есть сумма, сумма это, что имеется у всего общества вместе взятого благодаря этому рынку. Вот как этот пирог распределяется, это второй вопрос. Но пирог, в любом случае, при наличии мертвых потерь становится меньше. Представьте, например, что это мой алкоголик, да? Мне бы сейчас посчитали, в нем как-то социальную белью, в нем учитывается излишек потребителя. Что это такое? Человек вот хочет купить бутылку пива, но он оценивает ее там 200 рублей, а покупает за 100. Говорит, вау, я бутылку на 200, купил за 100, вот у меня 100 рублей белью, чисто. А какой-нибудь, допустим, верующий человек или социально активный может сказать, что это на самом деле нифига не сетка, потому что желание вообще вложено, неправильно, не надо запрещать. О том речь, да. Циничные экономисты учитывают только вот сам размер пирога и не более того. И более того, конечно, в более продвинутых модельках учитывается каким-то образом неравенство, здесь даже оно не учитывается, просто суммарный пирог. Заметим, что ту же штуку мы получаем, если вводим налоги, да. Вот что есть налог? Допустим, там мы ограничиваем, допустим, потребление алкоголя, раз об этом зашла речь, вводим акциз на алкоголь в размере вот такой вот величины. Что это означает? Это означает, что производители теперь могут производить его вот в таком количестве по вот такой вот цене производителя, да, то есть то, что получает производитель, ПС. А потребители приходят на рынок и покупают алкоголь вот по такой цене. Разница, соответственно, уходит в государство. У нас появляется три теперь составляющих. У нас есть верхний треугольник, это потребительский излишек, здесь у нас прибыль фирм, а посередке у нас доходы бюджета от введенного акциза. Но тем не менее мы видим, что введенный акциз, он уменьшил общественное благосостояние, как размер вот того самого пирога, но мы считаем, что размер пирога – это разность между готовностью платить и готовностью за какую-то сумму произвести. То есть мы не учитываем, что там вредные товары, например, они имеют какие-то там внешние эффекты на здоровье, да, то есть если человек готов купить бутылку пива там за 200 рублей, а производитель готов ее произвести за 50, вне зависимости от того, какая цена будет в этом диапазоне, если она будет продана, то 150 – это эффект общества от данной единицы товара. Ну понятно, что вот это не является какой-то рекомендацией к действию, вот убрать акцизы на алкоголь полу. Просто экономистов не очень сильно волнует, является желание там в каком-то смысле благородным. Да. Вот. Опять-таки, если говорить про более сложные, но экономические модели, мы можем так или иначе оценивать внешние эффекты. Вот очень важная вещь, которая в рамках данного курса, конечно, в основном замалчивается, да, то есть какие неэффективности рынка чаще всего присутствуют. Как правило, это две неэффективности. Первая неэффективность у нас даже присутствует здесь в прямом виде – это рыночная власть, то есть то, что рынок приводит к каким-то более-менее монопольным структурам, вот, и, соответственно, рыночная власть позволяет задирать цены, что сокращает выпуск, и это влечет потери общественного благосостояния. А второй эффект – это внешние эффекты, да, то есть когда наши действия приводят к каким-то отрицательным результатам на третьем лице, да. То есть я взял, напился алкоголя и пошел там что-то крушить, там бить какому-то морду, наверное, это плохо, да. Я на самом деле завтра в светлом уме и трезвой памяти пойму, что я поступал как-то неправильно, вот, и я буду обещать, что я никогда так больше не буду поступать, но если товарищ уже глубоко в этом увяз, то, наверное, это не очень реалистично, и, к сожалению, такие вещи тоже случаются. И это нужно учитывать. Вот, собственно, акцизы для этого и призваны, то есть они не для того, чтобы изъять прибыли, и не для того, чтобы увеличить доходы государства, хотя косвенно эти цели тоже достигаются, но это уже вторичная цель. А ключевая цель, что мы считаем с точки зрения государства, что сокращение продаж этого товара – это хорошо. И точно так же, если у нас есть какой-то, по нашему мнению, очень полезный товар, мы его будем субсидировать, заметим, это тоже отклонение от оптима, да, и, соответственно, мы, если будем субсидировать, мы должны очень много вкладывать государственных денег в то, чтобы этот товар продавался. Это тоже будут потери, да, то есть вот если у нас здесь мертвые потери, то здесь мертвые потери будут вот этим треугольником, если у нас будут, наоборот, субсидии по тому товару, который мы считаем полезным. Если мы субсидируем, давайте посмотрим, конечно, давайте я новую картинку тогда нарисую, раз уж. Да, здесь менее традиционная картинка, я, честно говоря, сам ее тысячу лет уже не рисовал, но можно нарисовать все-таки и получить какие-то результаты. Итак, у нас Q, да, у нас есть спрос, у нас есть предложение D и S, и у нас, допустим, вводится субсидия вот такого вот размера. Что означает субсидия такого размера? Что мы получаем товар вот по такой цене, да, то есть вот это вот у нас цена потребителя. А производитель получает большую цену, PS. И ровно благодаря этому он может производить этот товар. Сколько получает потребитель? Потребитель получает вот всю вот эту вот величину, да. А что получает производитель? А производитель получает вот всю вот эту вот величину. И вот этот вот треугольник плюс вот этот вот треугольник, это, собственно, эффект на общество этих двух групп лиц. Вот, понятно, что это вся вот эта вот площадь, а площадь внутри вот эта вот площадь, да, нет, какая? Да, она учитывается два раза, да, то есть... Да, да, а там, где они пересекаются, там они учитываются два раза, да, то есть это... Да, вот так вот. Но при этом, что делает государство? А государство выплачивает субсидию. А какого размера это субсидия? А это субсидия размера вот этого прямоугольника. И это мы должны вычесть из общественного благосостояния. То есть это потери государства. То есть мы получаем вот этот вот треугольник в плюс, этот треугольник в плюс, а вот этот вот прямоугольник в минус. Ну и поэтому нам нужно вычесть вот эту вот часть, да? Нам нужно вычесть вот эту вот часть. Вот эта вот часть у нас учтена два раза, а теперь мы вычитаем, соответственно, она учтена один раз. Но мы должны еще вычесть вот эту часть. Вот эта вот величина – это мертвые потери общества за счет потерь государства. Поэтому субсидирование – это тоже такая палка о двух концах. Если мы что-то субсидируем, значит, мы отклоняемся от рыночных цен, и за это кто-то должен платить. Опять-таки общество. А заметим, что на самом деле потери больше, потому что на перераспределение требуются какие-то дополнительные ресурсы. Чтобы собрать миллиард налогов, нужно еще 50 миллионов потратить на х бульта. То есть умножается на единицы плюс лампы эта величина. Хорошо, вернемся к исходной картинке. К стандартному монополисту, который повышает цены и хочет максимизировать свой излишек производителя. То есть он хочет получить максимально возможные прибыли. Вопрос – может ли, с одной стороны, монополист достичь этих целей, с другой стороны, не сгенерировать мертвые потери. То есть он повышает цены и при этом не сократить объемы производства. То есть мы хотим получить вот такие вот объемы, но не заставив, потому что понятно, что тоже есть вариант регулирования цен. Вот у нас вчера была задача как раз, где мы определяли, что если будет цена 250 рублей, то в итоге окажется хуже, чем если просто бы монополист работал на этом рынке. А если было бы 200, то был бы совсем ужас. А идеальный результат, который достигается при цене 300, он не всегда достижим, как минимум из-за неполноты асимметрии информации, которая доступна регулирующему органу. Нет, а потому что вот сейчас будет показано, что может произойти. Что для разных людей мы устанавливаем разные цены. То есть что хотел бы производитель в идеале? Он хотел бы, чтобы вот этот вот первый потребитель, Иван Иванович, приходит к нам, Иван Иванович, говорим, «Здравствуйте, долгожданный любимый клиент, вот мы для вас уже подготовили вот эту самую коробочку, вот тысячу рублей, пожалуйста, заплатите за нее». Ну и он платит, если у него нет альтернативы. Соответственно, все эти деньги уходят в прибыль производителя. Приходит следующий товарищ, ему все приготовлено за 900 рублей, а следующему за 800, а следующему за 700. И при этом даже бедным покупателям, ну и не таким богатым, вот готовы мы кому-то поставить за 400 рублей, мы хорошо говорим, пришли, пожалуйста, вот вам за 400 рублей. И вот это вот идеальный вариант, которого очень бы хотел производитель. Другое дело, что, конечно, это не такая простая ситуация, всем продавать по разным ценам, но можно к этому стремиться. Да, но это приближение, вот это ценовая дискриминация третьей степени. Вообще, в целом, ценовая дискриминация, ценовая дискриминация, это продажа продукции разным потребителям по разным ценам. Какие условия того, что она, в принципе, может существовать? Да, абсолютно тот же, ну, как правило. На самом деле, здесь есть некие оговорки, и в ценовой дискриминации, допустим, третьей степени, какая-то дифференциация, ну, те же самые подарочные, там, издания, или, там, плацкарта, купе и так далее, они тоже могут быть рассмотрены как ценовая дискриминация. Значит, условия ценовой дискриминации. Первое. То, что у компании должна быть рыночная власть. Хотя бы какая-то. То есть, не обязательно это монополия, это может быть вполне олигополия, потому что олигополия тоже имеет рыночную власть. Это может быть монополистическая конкуренция, то есть, когда много производителей, но производят различные товары. Ну, понятно, что там на Кока-Колу будет цена выше, чем на аналогичный напиток местного ноу-нейм-производителя. То есть, в этом смысле ценовая дискриминация тоже здесь присутствует. В каком-то более удобном месте, может быть, цена выше установлена, чем если где-то на отшибе находится магазин. Но в случае совершенной конкуренции, когда все продают одно и то же, никакой ценовой дискриминации, конечно, быть не может. В одном месте цена 100, а тут рядом продается за 90, ну, кто будет переплачивать. Значит, первое – это рыночная власть. Второе – это, коротко можем написать, дифференциация потребителей. То есть, у нас, формально говоря, экономическим языком, есть некоторые различающиеся группы потребителей с различной ценовой эластичностью спроса. А, конечно, одинаково же тоже можно как-то отбирать сокла, сводя барьер на вход. Ну, это означает, что они… Если мы можем продать им дороже, то есть, если мы барьер делаем, и входят не все, что с остальными? Они не получают этого товара? То есть, одинаковые потребители, вы делаете барьер на вход, с которого они потом могут потреблять какие-то товары внутри уже. По-моему, такая техника, она там позволяет тоже отобрать все. Ну, что мы продаем пакетами. Пакетирование, да, это возможный вариант. То есть, мы даем, условно говоря, вот этому потребителю столько-то единиц продукции вот за такую сумму, а меньше он не может. Вторая часть, она будет дискриминация. Второе – умунии. А тут, как вот здесь, вы входите и платите за вход, а потом платите за товары внутри. Чем вы это делаете? Ну, это тот самый двойной тариф, да? Это двойной тариф, который позволяет, когда у вас похожие потребители, тоже отобрать им все. Но если они чуть-чуть отличаются, то уже не получится, да? Опять-таки, если у нас потребители разные, то, собственно, мы установим для одного один двойной тариф, а для другого заходит там в ресторан какой-нибудь, не знаю, худенький человек, мы говорим, ну, вот там тысячу, и дальше ешь, что хотите. И заходит другой, который чувствуется, что он мог на три тысячи наесться, и предлагаем ему другие условия. Ценовой дискриминации тарифами на вход как бы отобрать весь треугольник. Третья составляющая, которая должна присутствовать, это ограниченность возможности перепродажи. Потому что если приходит человек, который говорит, я могу заплатить только 400, ну, хорошо, мы вам продаем за 400. Он говорит, дайте мне 40 штук на меня, на мою семью, на моих друзей, на тех людей, которых я сейчас встречу возле входа, которые придут здесь покупать за тысячу, а я им продам за 900, и остатки положу себе в карман. Ограниченность перепродажи. Ну, а дальше ценовая дискриминация же не обязательно совершенная ценовая дискриминация, которая вот здесь нарисована. Это возможность хотя бы какую-то часть получить. Поэтому ограниченность, это означает, что я могу какую-то часть получить, какую-то часть придется оставить на их совести. Какие варианты здесь возможны? Виды ценовой дискриминации. Значит, ну, первое, это совершенная ценовая дискриминация, которую мы вот здесь вот нарисовали. Каждому своя цена. Каждому. Да не обязательно мало, может быть и массовая. Ну, понятно, что совершенная, как все совершенное, в мире не существует. Да, но тогда я начну, заранее понимая это, повести себя как-то по-другому, потому что буду знать, что Amazon будет использовать потом вот эти вот мои данные. То есть, да, это будет игра, но он все равно тогда не сможет вытаскивать все, хотя какую-то часть он вытаскивает уже сейчас. Вот, более того, там, если я с разных стран, там, захожу, с разных, там, регистрируюсь, там, как житель России, там, как житель Германии, захожу на сайт авиакомпании, мне могут предложить, например, разные цены на авиабилеты. То есть, такие штуки работают, и там разные регионы, и там такая штука, как price into market, там, для разных рынков мы делаем разные цены, но это уже как раз несовершенная ценовая дискриминация, это уже разделение на рынке, это ценовая дискриминация третьей степени. Ну, пример, который, так скажем, стремится к ценовой дискриминации, будет два примера. Значит, первый пример – это Восточный базар, да? Много всяких историй можно приводить, как на базар, там, пришел богатый американец, сколько стоит 100-летка? 20 долларов, на тебе 20 долларов. Приходит прижимистый немец, давай торговаться, там, доторговался до 15, рад, что скинул 5 долларов, ушел. Приходит русский, торговался там кучу времени, купил за 8. Очень довольный. И только местные знают, что он на самом деле 2 доллара стоит. То есть, вот это как раз вариант ценовой дискриминации. Конечно, здесь, в любых двусторонних торгах, психологии, наверное, больше, чем экономики, потому что, собственно, вопрос в том, насколько вот этот вот продавец почувствует, где я действительно еще могу платить, а где я на самом деле ухожу, а не делаю вид, что ухожу. Ну и опять-таки, это некий эффект, в том числе психологический имеет. То есть, как вот мне всегда говорили, там, приезжаешь куда-нибудь в Турцию, идешь на базар, вот пока он улыбается тебе, там, он скинул деньги какие-то, если он улыбается, значит, ты его далеко не дожал. А вот если он всерьез начинает злиться, ругаться и так далее, то, значит, вот ты где-то на грани. Но опять-таки, психологически доводить человека до такого состояния уже не для всех комфортно. Вторая ситуация, это как раз действительно аукционы. Аукционы вообще очень богатая, интересная тема. Поэтому, как бы, рекомендую, отсылаю к нескольким. В общем-то, даже есть такой вот уже мини-курс у меня на канале по аукционам. Сейчас записан, где-то через месяц, наверное, появится полноценный курс по теории экономических механизмов. Там в студийном виде очень много всяких вещей, связанных с аукционами. С аукционами это и теория, это и математика теории аукционов, это и большое количество всяких кейсов реальной жизни, которые проходили. То есть достаточно вспомнить очень интересные ситуации, которые происходили на торгах по продаже лицензии работы сотовых операторов. В Великобритании, где собрали 3% от годового ВОП Великобритании, примерно там месячный объем всех поступлений, всех доходов в бюджет государства от всех налогов. То есть, словно говоря, можно было месяц без налогов жить, просто продав воздух на аукционе, один отдельный аукцион и такие огромные суммы. То есть в этом смысле аукционы это далеко не маргинальная область. Через аукционы сейчас из материального мира перераспределяется примерно на треть мирового ВОП. Ну а если добавить туда фондовый рынок, если добавить туда валютный рынок, который к ВОП не относится, но в несколько раз его превосходит, ежедневный объем торгов на Форексе превышает триллион долларов, что примерно 7-кратно. Это аукцион такая. Да, да, то есть вот этот самый стакан, заявки на покупку, заявки на продажу, вот, собственно, мы здесь получаем. Так вот аукцион, это как раз способ иногда продавать эксклюзивные товары, иногда возможность как раз выявить вот эти вот цены, вот разные вот такие вот свойства как раз делают его очень полезным в этом контексте. Отлично, на какой-то был как-то... Да, все, продолжайте. Да, прикольно. Спасибо. Да, в этом смысле сейчас у нас времени подробно останавливается на аукционах нет, но это действительно очень интересная история. Есть просто обзорки у меня по аукционам, где вот про все это рассказывается. Дальше. Ценовая дискриминация второй степени. Чем она отличается? Это добровольный выбор потребителя. То есть потребитель сам выбирает, дорого покупать продукт или дешево покупать продукт. Вот. Добровольный выбор потребителя. Ну, кажется, странно. А как же так? Зачем потребителю покупать дорого, если он может купить дешево? Да. Потому что есть нюанс, как говорится, как в анекдоте. Есть, например, наиболее распространенные типы ценовой дискриминации второй степени. Это вариант дискриминации по объему. Есть оптовые цены, есть розничные цены. Средственно, человеку предлагается либо покупать в розницу, но дорого, да, либо он может установить, купить по более низкой цене, но тогда он должен не менее определенного количества продукции. Ну и, соответственно, а дальше вот как раз выход в том числе на двойные тарифы, в том числе выход на вообще всякие безлимитные тарифы, там, онклюзив и так далее, где, собственно, предельная оплата за единицу блага равняется нулю, то есть мы ничего не платим, но зато достаточно большая оплата захода. Зато он продает много товара. Он намеренно расширяет объемы, да, вот, и он готов продать дороже, он готов продать дешевле, но в большем количестве продукции, чем человек купил изначально. То есть это фактически переход вот в эту точку, да, но, условно говоря, ну вот есть какой-то потребитель, который готов вот столько продавать за столько, покупать за столько, здесь за столько. Мы могли бы установить, если бы была, вообще отсутствовала ценовая дискриминация, вот у нас равновесная цена. А мы что делаем? Мы устанавливаем более высокую цену, но говорим, что вот этот кусок человек должен купить. Вот у нас там бедные покупатели, которые вот эти вот последние единицы готов купить там за 400, 450 и 500, да. Мы говорим, хорошо, мы устанавливаем цену 450, но мы продаем три единицы товара, да. И вот он готов одну за 500 купить, одну за 400, одну за 450. Он покупает три за 450, платит, соответственно, 1350, сколько там, да, 1350, 450 на 3. И вот с этой он выигрывает, с этой он проигрывает, с этой он получает как бы ту цену, а монополист получает все вот эти вот деньги. То есть в этом, вернее, не до суда, вот такая вот цена получается. То есть, ну, это как возможный механизм. Понятно, что ценовая дискриминация второй степени, она не позволяет отобрать весь излишек потребителя, но какой-то кусок от него вполне возможно. Опять-таки, ну, это довольно сложный механизм, который вот выявлять вот эти вот меню тарифы. То есть, в чем на самом деле проблема? К нам приходит потребитель, и мы не знаем, кто он есть. Да, вот в совершенно ценовой дискриминации мы считали, что продавец это тонкий психолог, который может залезть в башку к этому потребителю и узнать, сколько тот готов заплатить. А в реальной жизни к нам просто приходит человек, и мы не знаем, кто он есть. Более того, мы не начинаем с ним торговаться, у нас есть вполне фиксированные цены на товар. И мы говорим, вот у нас есть цена в розницу, там, не знаю, за 800 рублей, да, а есть цена там 450 за 3 единицы товара. Вот, и, соответственно, дальше потребитель уже может сам выбирать. Если ему нужно мало товара, если он хочет купить, если он является вот тем Иваном Ивановичем, который готов даже тысячу заплатить, но ему нужна одна единица, и он вторую и третью не хочет, он скажет, хорошо, давайте мне за 800. А если пришел бедный, но которым нужно 3 единицы, он выберет вот этот вот вариант. Но какие здесь есть риски? что, во-первых, может оказаться, если мы установили слишком высокие цены, что какой-то потребитель вообще откажется от покупки этой продукции, мы и за единицу установили большую цену, и за пакет установили большую цену, и он скажет, мне ничего не надо, я вообще ухожу. А второй вариант, что у нас есть вот этот вот потребитель, который готов купить пакет, но он хочет, так скажем, взять и сэкономить, и он покупает одну единицу продукции всего, он, да, платит более высокую сумму, но для него это вдруг оказывается выгоднее, чем переплачивать вот за этот пакет. Ну и, соответственно, фирма получает меньшие продажи и меньшую итоговую прибыль. То есть вот здесь надо очень аккуратно балансировать, чтобы кто не хочет покупать много, он совсем не ушел, а кто хочет покупать много, он не продемонстрировал себя, как бедный, не купил бы мало, да, то есть вот в этом смысле вот такие вот особенности здесь могут присутствовать. Но при этом мы должны, конечно, знать ориентировочно распределение покупателей, по готовности платить, по желаниям там на покупку какого количества, вот эти вот вещи мы делаем. Собственно, большинство компаний там, особенно в тех сферах, где низкие предельные издержки, этим вполне пользуются, те же самые абонементы в какие-нибудь фитнес-центры, кто-то хочет заниматься много, что мы делаем? Мы предлагаем ему годовой абонемент, но этот годовой абонемент стоит там, может, меньше, чем 100 отдельных занятий, может быть, меньше, чем 50 отдельных занятий. Но тем, кто хочет редко ходить, мы предлагаем и отдельный вход, платье круглую сумму и, пожалуйста, занимайтесь там один конкретный час, например. То есть, такую возможность предоставляем. Но нам важно, чтобы те, кто хотят ходить чуть почаще, они все-таки платили абонемент. Ну, кстати, вот по поводу поведенческих аспектов, у нас в основном годовые абонементы распространенные, вот было интересное исследование на сети американских фитнес-центров в разных штатах за несколько лет собирали информацию. У них была величина разовый вход 10 долларов, это разовый, и 80 долларов это месячный абонемент. Ну, казалось бы, простая микроэкономическая задачка, сколько должен ходить в месяц человек, который покупает абонемент. Ну, хотя бы 9, ну, хотя бы 8, чтобы ему, по крайней мере, было все равно. То есть, и там 80, так 80, и там 80. Что показала статистика? Статистика довольно обширная, то есть, это тысячи людей в течение нескольких лет в разных городах. Средняя посещаемость 4,8 раза в месяц у тех, кто стабильно покупает вот эти вот абонементы, которые стоят 80. То есть, они покупают за 80 то, что могли получить за 48. Причем, если это разово, понятно, что люди о себе чуть лучшего мнения, я там с понедельника начну заниматься спортом, я буду этим заниматься постоянно. Нет, раз за разом наступает следующий месяц, люди опять-таки платят 80 долларов и говорят, ну все, завтра я начну. проблема в том, что есть люди, которые реально ходят, а есть люди, которые купили абонемент, их там может быть много, но они просто забегают. Ну вот, главная фраза немного, да, зачем они второй раз, третий раз, пятый раз покупают абонементы. Но есть ввиду то, что такого количества людей на самом деле не практически, распределение может быть ненормальное. Ну, оно, конечно, ненормальное, но есть люди, которые все-таки ходят и больше восьми раз, да, а это значит, что довольно много, то есть вот несколько людей, которые не ходят, здесь не проходят, да, потому что 4,8 это почти посередине между там 0 и 9 раз, которые делают это выгод. Да. Потому что они пытаются стимулировать себя да, это, собственно, то, что называется коммитментом, связывающие обязательства, которое заставляет их хотя бы 4,8 раза в месяц посетить этот центр, потому что если я буду покупать разовые, вот вечер наступает, я заканчиваю тяжелый трудовой день, и мне явно не хочется идти ни в какой фитнес-центр, я хочу спокойно прийти домой и лечь перед телевизором или компьютером, значит, поиграть в игрушку, посмотреть фильм или там пойти с друзьями в бар, какое занятие спортом, да, то есть в этом смысле, чтобы, если еще за это платить надо, то я точно никуда не пойду, а если у меня наоборот оплачено, то мне будет хоть какой-то стимул, да, то есть я 80 долларов заплатил, они пропадают, они сгорают, на следующей неделе, дай-ка я хоть 4,8 раза в месяц схожу в этот самый фитнес-центр. Значит, это ценовая дискриминация второй степени, когда добровольный выбор, и ценовая дискриминация третьей степени, когда идет жесткое разделение на группы. Жесткое разделение на группы означает, что у нас кому-то предоставляется одна цена, кому-то другая. Ну, например, школьникам, студентам часто цена в тех же самых музеях оказывается ниже, обычным гражданам она повыше, пенсионерам тоже ниже, иностранцам выше, чем гражданам России. Ну, если там человек далеко из-за рубежа приехал, во-первых, скорее всего, он чуть более богатый, чем средний россиян, во-вторых, если он уже потратил тысячу долларов за билет из-за океана, то, наверное, он готов еще лишние десять долларов потратить за билет в музее. Готов ли типичный россиянин, это не факт, а там не очень богатый школьник, тем более, он там лучше мороженое купит, и поэтому для него устанавливаются другие цены, там сейчас всякие социальные карты, пушкинская карта и так далее. То есть, вот таким вот образом происходит разделение людей на группы. Другое разделение разделение на регионы, вот та самая концепция price into market, когда для разных регионов или разных стран устанавливаются разные цены. На программные продукты для Америки будет одна цена, она будет высокая, для каких-то других стран будет другая цена пониже, там для России может быть еще ниже, потому что иначе все будут на торрентах скачивать, а так есть хоть какой-то шанс, что кто-то заплатит. Может быть для какой-нибудь африканской страны денег вообще нет, но мы будем предоставлять это очень-очень дешево. Что? Нет, это вполне разрешенная практика. Понятно, что здесь есть некая сложность, если мы покупаем что-то через интернет, то есть скорее это проще было делать, если живые продажи в соответствующих центрах разных стран. Но если просто через интернет, тогда конечно по айпишнику как-то отслеживает, понятно, что можно это обходить, но тут уже возникает некая сложность, насколько возможен контроль. Но опять-таки иногда это связано с поддержкой, откуда. А вот возникает вопрос, как производится ограничение при продаже? Почти никак. Но здесь вряд ли человек, который купит какой-то пакет дешево, он пойдет искать какого-то богатого американца, которому смогут впарить эту программу, тем более, что американец скорее на это выдаст мои координаты соответствующим службам и скажет, а вот он пытается вас обмануть. Продавать не богатым американцам, зачем богатым американцам, если он так может это позволить? Продавать прежним американцам, почему вы продаете? Ну вот американцам в любом случае скорее сейчас дадут, чем воспользоваться этой практикой. А они не покупают? Нет, официально нет. А нелегально конечно никто не ограничит, но есть опять-таки такие особенности. Опять-таки иногда даже не требуется. В период, когда все еще музыку слушали не на стримингах разных, а покупали диски, и вот продается вполне себе официальный диск. Я в своем родном Иркутске покупая его за 100 рублей на тот момент 10 лет назад. И там написано не для продажи в Москве. Что это означает, что москвичи вообще его не слушают? Нет, в Москве точно такой же легальный лицензионный диск, он стоит 300 рублей. И понятно, что Москва более богатая, нам готова заплатить. Никак. Более того, что законодательство это как-то связано? Нет, То есть понятно, что любой москвич может поехать в окрестную Калугу и накупить этих дисков. Но поедет он или нет? Нет, он не поедет. Человек, который продает в Иркутске, может поехать с этими дисками в Москву и продавать их там? Ну как, легально или из-под полы? Легально организовать магазин не может. То есть любая проверка, вот у вас диски не идти. Он не может просто начать продавать. А, эти диски защищены правой частной собственности. Ну нет, ну собственно понятно, что ты можешь где-нибудь в метро встать и пока доблестный менталитет тебя не увезет куда-то. А легально у тебя эта продукция не может продаваться в Москве. А, то есть это часть договора покупки? да. Ты покупаешь и обещаешь, что не будешь продавать. Ну да, то есть любая проверка, вот у вас диски, которые не ориентированы на Москву. В процессе покупки заключил контракт. Да, да. То есть легально это запрещено, нелегально ну зависит от того, насколько ты готов нарушать закон, насколько закон может все это проверять. То есть вот эти вот вещи, они тоже работают. Опять-таки иногда это просто например с услугами еще проще, потому что услуги очень сложно переводятся из региона в регион. То есть все понимают, что там стрижка в Москве стоит там 10 долларов, стрижка в Майкопе наверное стоит там 4-5 долларов, вот, а стрижка в Америке стоит 100 долларов. Но американец не поедет стричься в Майкоп, несмотря на то, что будет... Да, и опять-таки иностранцы, ну вот американцы, вот знакомый американец приехал в Россию посмотреть на Байкал. В итоге остался на два месяца и сказал, я сделал зубы, я сэкономил 8 тысяч долларов, которые мне обещали, что будут затраты там, а здесь я сделал все-все за 500 долларов. То есть разница настолько велика, что оказывается выгоднее прилететь через океан, остаться, жить в гостинице и при этом довольно много сэкономить. То есть если такие услуги, то это уже возможно. Но мелкие услуги, естественно, тут уже никакой составляющей торгуемой не будет, то есть перевозить дешевые услуги. Ну вот с парикмахерской наверное уже никак, даже с Москвы. Попутно, понятно, возможно, я приехал в дешевую страну, я могу посречься. Не попутно я, наверное, делать это не буду. На этом с ценовой дискриминацией мы таки видимо закруглимся и собственно перейдем к последней нашей теме. тема олигополии. Наиболее интересный тип рынка в смысле стратегического взаимодействия, потому что на рынке присутствует несколько компаний, каждая из которых влияет на остальных участников. Олигополия. делится на два вида. Олигополия без сговора, когда каждая из компаний действует в соответствии с собственными интересами и максимизирует свою прибыль в соответствующих условиях. И олигополия со сговором, ну, например, картель, не единственная форма. Ну, на самом деле, вот вчерашняя упоминавшаяся модель доминирующая фирма плюс конкурентное окружение, по сути дела, что такое доминирующая фирма? Это какой-то сговор части участников рынка, иногда большой части. Вот. Это неявный сговор, модель, например, лидерства в ценах, то есть, когда в одностороннем порядке я пытаюсь установить высокие цены, остальные компании, исходя из каких-то долгосрочных стратегических мотивов, просто банально ко мне присоединяются. А что вы знаете, что картель и субъекта? Картель – это объединение отдельных фирм, которые, собственно, попросту производят по отдельности продукцию и договариваются о сокращении совокупного объема поставок продукции, а синдикация считает совместный избыток продукции. Совместный избыток, ну, продажа продукции, то есть, есть несколько предприятий, которые отдельно производят продукцию, потом вся эта продукция совместно куда-то приводится, есть некая единая структура, которая занимается продажей продукции по договорам с отдельными этими производителями. Ну и так дальше, то есть, дальше можно переходить к трестам, к концернам, это уже объединение производства, ну, и до максимальной степени концентрации, когда все эти компании превращаются в единую транснациональную корпорацию. В большинстве случаев, они компании, ну, все заявки туда отправляют, и при этом аналитетами можно с владельцем этой квартиры ну, в общем, наверное, да. Если мы говорим про олигополию без сговора, да. Риаловские агентства это синдикат на тех, кто хочет продать квартиру. Вау, что не нет? Ну, интересная мысль, ну, наверное, экономически это будет правильно так сказать, то есть, никакого формального нету, здесь, ну, в общем, да, единый-единый сбыт через некого такого посредника. Ну, точно так же вот рынок такси может сказать, что да, это сбыт посредством вот этого агрегатора услуги перевозки. Олигополия без сговора делится на два вида, то, что называется количественной олигополией и ценовой олигополией. то есть вопрос по каким параметрам, по каким переменам в первую очередь происходит конкуренция вот этих вот выходящих на рынок фирм. Ну, понятно, что здесь есть некоторые условности, мы не совсем жестко в реальной жизни можем наблюдать какой из этих факторов главенствующий, но тем не менее вот в плане модельном отличия очень серьезные. Ну, очень короткая, простая, базовая модель ценовой олигополии, ценовая война Бертрана. Одна из давних моделей 1883 года. Такой вопрос, кто слышал про дилемму заключенных, кто знает, в чем она? Раз, два, три, остальные нет. Ну, тогда ее тоже немножко затронем, нарисуем такую штуку. Да, это не тюрьма, сижу с решеткой, да, это матрица размерности 2 на 2. Ну, в изначальной постановке, да, значит, есть у нас два заключенных, которые обвиняются в некотором тяжком преступлении, но у следствия не имеется достаточных доказательств их вины. Соответственно, их сажают в отдельные камеры и намекают на то, что нужно предоставить доказательства и сдать напарника. Соответственно, они могут на это не соглашаться, то есть ничего не говорить и согласиться, соответственно, сдать напарника. Н и С. если оба молчат, то, соответственно, доказательства прежнему нет, ну, там, им предъявляют какое-то небольшое правонарушение, да, не знаю, там, ношение, хранение оружия, да, что-нибудь такое, да, они получают небольшой срок, не знаю, там, по полгода, да, и через полгода выходят на свободу. При этом, когда оказывают давление, да, на каждого из участников, говорят, вот ты приоставь доказательство, что это второй совершил убийство, вот, тогда мы тебя вообще с почестями освободим, ты вообще там несудимость не получишь, ничего, то есть у тебя вообще все будет прекрасно, да, а второго мы засадим на полную катушку на 10 лет. И наоборот, второму то же самое, говорят, тогда мы засадим первого, а тебя с почестями освободим. Ну и, наконец, если первый сдает второго, второй сдает первого, то, соответственно, у, на каждого из них есть доказательства, их обоих сажают, единственное, там, срок как-то оказывается поменьше, чем, если вся вина на одного, да, ну, опять-таки, здесь мы не говорим о полной реалистичности конкретной такой ситуации, главный результат вот такой вот. Что будет выгодно делать каждому? Заметим, каждый в отдельной камере, он не знает, что делает напарник. На самом деле, не важно, что делает напарник, потому что, если напарник даже молчит, есть равенство полгода провести в тюрьме и судимость, которая ограничивает во многом твою дальнейшую деятельность. а если ты сдаешь напарника, да, то, соответственно, тебя отпускают ни судимости, ни полугода в тюрьме, то есть, вроде как, с точки зрения рационального поведения, нужно сдать напарника. Ну, а если напарник, такая сволочь, тебя сдал, то тогда тем более, тогда ты получаешь либо 10 лет, либо 5, наверное, 5 лет лучше, чем 10. То же самое думает второй, естественно, вместо 0,5 он получает 0, либо вместо 10 получает 5. Естественно, есть в каждой из этих ситуаций доминирующая стратегия сдать напарника. Оба сдают напарника, получают по 5 лет на радость и следствие. При этом, вот эта вот ситуация является устойчива, то есть, даже если такое уже произошло, и у каждого из них спрашивают, а ты что-нибудь бы сейчас поменял, и человек думает, ну, если я поменяю, то я получу просто 10 лет. Мне нужно, чтобы и того освободили, а ты отсидел по полной. Наверное, нет, да? То есть, я не хочу ничего менять в этой ситуации. Эта ситуация является устойчивой, и она называется равновесием Нэша. Нэш, Джон Нэш, Нобелевский лауреат 1994 года. Кто-то может, видел фильм «Игры разума». Есть такие? Да. Ну, кто не смотрел, посмотрите, там, на самом деле, вот в истории с блондинкой есть некий косяк, там немножко объясняется неравновесие Нэша. Но в остальном, на самом деле, более-менее хорошо описана реальная жизнь Нэша. Ну, Нэш вообще великий человек, он единственный среди ныне живущих на Земле, получил и самую престижную премию по экономике, Нобелевскую по экономике и самую престижную премию по математике, Абелевскую премию по математике, совершенно другие вещи, там, за решение дифференциальных уравнений сложных. В 15-м году, незадолго до своей смерти, он, собственно, получил эту премию. Вот. Соответственно, это наиболее важная, наверное, концепция в экономике, то есть экономисты рассматривают устойчивое состояние, в котором никому из экономических агентов не выгодно ничего менять, это равновесие наше. Но при этом есть оптимум, да, вот, мы уже говорили, что общественный оптимум не всегда совпадает с индивидуальной рациональностью, ну, если мы рассматриваем общество, состоящее из этих двух правонарушителей, такой вот маленькое локальное странное общество, то общественный оптимум для них был бы здесь. И если бы они могли сговориться, наверное, бы они хотели перейти сюда. Но если в них есть хоть какая-то капля недоверия друг к другу, то даже если они заранее договорились, мы будем молчать, а их посадили в разные камеры, и проверить никак невозможно. И если нет никакого коммитмента, который там будет каким-то образом условно говоря, если ты выйдешь, то тебя брат напарника просто тут же уроет. Если таких вещей нет, то это состояние не является устойчивым. на фоне этой игры результат теоремы невидимой руки является абсолютно удивительным, потому что даже здесь как действует сам по себе, мы не достигаем вообще своего... Совершенно верно. Более того, за что Наш получил Нобелевскую премию, не за, конечно, дереву заключенных, а за то, что существует равновесие в широком классе игр. То есть равновесие в смешанных стратегиях существует, условно говоря, почти всегда, но не всегда оно вам понравится. То есть то, что хотелось бы от экономической системы, и то, что мы получаем в равновесии, это далеко не всегда одно и то же. Опять-таки, в более сложных ситуациях, как правило, равновесие не одно, а несколько, и нужно пытаться придумывать механизмы, которые приводят к состоянию хорошего равновесия, а не плохого равновесия. Как это связано с экономикой, причем тут ценовая война Бертрана? Впрямую. Допустим, у нас есть два магазина, которые продают товар либо по высокой цене, либо по низкой цене. Если оба магазина продают товар по высокой цене, рынок делится между ними пополам, они получают какие-то прибыли, ну, например, по 10 миллионов. Значит, здесь это были как бы издержки, насколько их посадят, а здесь, наоборот, чем больше, тем лучше, потому что это прибыль. При этом, если первый магазин возьмет и снизит цену, что получится? Он получит дополнительных покупателей. Покупатели конкурента придут к нему. Ну, наверное, прибыль увеличится не вдвое, а поменьше, потому что все-таки удельная прибыль стала меньше. Ну, получит, например, не 10, а 12 миллионов. А второй вообще ничего не получит. А здесь первый получит 0, а второй получит 12, если второй снизит. Но если второй снижает цены, то рынок снова делится пополам, но при этом на более низких ценах, на более низких удельных прибылях. И мы получаем по 5 миллионов каждого магазина. Что получается? Ну, опять-таки, здесь мы даже видим, что делает другой, но у нас по-прежнему есть доминирующая стратегия. Если у конкурента высокие цены, что мы можем получить? Мы можем получить 10, разнили в рынок, либо 12. Ну, 12 лучше, чем 10. Поэтому будем снижать. А если второй снижает низкие цены, у нас либо 0, либо 5. И мы по-прежнему снижаем цены. В любой непонятной ситуации снижай цены. А мы сейчас говорим про то, что игроки сверхумные или просто обычные? Просто обычные. Ну, которые просто максимизируют прибыль. Никакой дальновидности понимания того, что у нас жизнь на этом не заканчивается. вот этого ничего нет. Ну, в банальной вот такой вот ситуации мы снова получаем равновесие. Низкие цены, низкие прибыли, хотя они могли бы сговориться и устанавливать высокие цены и получать большую прибыль. Ну, вот, собственно, в этом и заключает ценовая война Абертрана. Если на рынке присутствует несколько компаний, потребитель приходит, поскольку однородный продукт в компанию с более низкой ценой, поэтому, собственно, всегда выгодно снижать цены, если цена выше издержек. То есть, монопольная цена, там, вот, как мы говорили, там, 600 рублей, да, у меня 600, у конкурента 600, а я делаю 550. Ко мне приходят клиенты все, я почти удваиваю свои прибыли, ну, там, чуть поменьше, 50 рублей меньше получаю за единицу, но зато в два раза больше клиентов. Это хорошо, да, соответственно, конкурент делает 500, я делаю 450, он 400, и мы снижаем цены до какого уровня? До уровня издержек, то есть, если издержки, например, 200, ну, даже если цена у него 220, я делаю 210, чтобы на этом выиграть, да, он 205, ну, и так далее. То есть, происходит снижение цен до уровня издержек. То есть, если здесь есть какие-нибудь сверхнизкие цены, сверхнизкие. Снижение работает только если игроки не видят дальше одного шага, Да, конечно. У нас однократная игра, вот в однократной ситуации мы снижаем цен. Если ты попал уже в состояние ценовой войны, то ты уже не можешь доверять к нему противникам. Да. Потому что он начинает снижать, тоже начинает снижать, и он начинает снижать, и начинается война, и начинается война. Ну, на самом деле, если я более дальновидный, и я надеюсь, что он тоже более дальновидный, да, то есть, я понимаю, что я здесь не остановлюсь, я перейду сюда, но это уже модель динамической ценовой конкуренции. Опять-таки, welcome на курс микроэкономика 2, где это есть? я думаю знать, что давай заканчивай эту войну, потому что что-то плохо. Вот. Но это уже переход к, пускай может быть, не очень явному, но сговору. Но опять-таки, неявный сговор всегда будет не очень устойчивый, да, потому что в любой момент выгодно обмануть, да, то есть, если я даже договорился, что, ну, хорошо, мы сейчас начинаем дружить, ставим высокие цены, сокращаем объемы, то есть, тут главная проблема в том, что нужно сокращать объемы. Вот. И к вопросу об умных и не очень игроках, вот. Типичный пример, вот, где мы наблюдаем, какой самый известный картель в мире? Картель, самый известный, ОПЕК. Картель ОПЕК, да, конечно, стран экспортеров нефти, да. Вот. Соответственно, вот что происходило в прошлом, прошлогоднем, 20-го года, марте-апреле, кто-нибудь следил? Россия сказала, что мы не участвуем в этих ваших соглашениях, так, а что еще? Когда рубль упал. Ну, это как бы некоторое следствие, но рубль упал все-таки не настолько сильно, вот, то есть, у нас всегда рубль падает, когда цены на нефть падают. Вот. Соответственно, что было? Предыдущие, ну, вообще, Россия, хотя не является формальным членом картеля ОПЕК, но картель ОПЕК согласует с Россией определенные действия, то есть, картель сокращает поставки нефти на определенное количество, то есть, что делает картель? Все фирмы, ну, в данном случае, все страны, должны уменьшить добычу нефти, и тогда нефти на рынке становится меньше, цена автоматически растет, и все получают преимущество. Соответственно, каждая страна, там, Саудовская Аравия, насколько это сокращает, там, Кувейт, там, вплоть до Эквадора, который тоже входит в картель ОПЕК, все сокращают, но вот с определенного момента Россия так или иначе задействована в этих соглашениях, то есть, картель говорит, мы эти соглашения будем выполнять, если вы вот на такое-то количество тоже сократите. Ну, и вот до апреля прошлого года было соглашение, там, по-моему, паритет, что Россия сокращает на 10% от сокращения всего картеля ОПЕК, то есть, вот примерно такая составляющая, то есть, это чуть меньше, чем в среднем те страны, но это некоторое, довольно значительное сокращение в совокупности. Так вот, собственно, очередная встреча в марте по поводу продолжения этих действий, в 1 апреля все должно закончиться, вот, ну, вот, выходят там представители Сечина и говорят, а мы не будем это делать, мы, нам нужно расширение добычи, мы, значит, будем добывать и экспортировать столько, сколько захотим. добыча Экспорт. Внутри страны делать, что хотите, но вопрос, что уходит на экспорт. Вот, ну, понятно, что у нас вообще во всех странах более-менее фиксированный объем и на что влияет, на мировые цены, по которым, собственно, продается где-то вовне. Вот, ну, что ожидалось, видимо, теми товарищами, которые на это пошли, ну, что скажут, ну, ладно, неприятно, но что делать. Ну, очень странное, на самом деле, ожидание, как бы все экономисты говорили, что это невозможно, но вот мы это в очередной раз воочию и увидели, да, что... Такое не может позволять. Да. Более того, картель, нужно заметить, что, например, у Садовской Аравии, у Объединенных Арабских Эмиратов, у Кувейта, себестоимость добычи нефти гораздо нечем у России. Вот, правда, у них, с другой стороны, других способов пополнения бюджета, в отличие от России, у которой все-таки довольно много всяких инструментов, а у вот этих вот ключевых арабских стран, там единственный налог на добычу полезных ископаемых, поэтому все очень неприятно с падением цен на нефть. Но, тем не менее, они пошли на это, чтобы как раз наказать, да, то есть они не просто взяли и как-то там более мягко сократили, они сказали, все, никакие соглашения не действуют, мы будем тоже, вы хотите, сколько хотите продавать, и мы тоже будем. Что происходит с ценами? Цены с уровня там 60+, но опять-таки все это происходит в коронавирусную ситуацию, но заметим, сейчас коронавирус никуда не ушел, а цены зашкаливают за 80, то есть они даже выше, чем на пиках 19-го года. Ну, опять-таки здесь тоже есть некие свои причины, но как бы тогда за счет коронавируса, но может быть они упали там с 60-70 до уровня 40-50, вот, они падают там по Brent до 21-го, по Eurals еще ниже, а в отдельных местах вот эти вот уникальные в истории отрицательные цены, потому что просто нефтехранилище заполнено, и если никто эту нефть не заберет, то будет просто экологическая катастрофа, добычу прекратить нельзя, это очень затратно, ну и соответственно, кто успел, то мог отхватить нефть и еще получить какие-то деньги в ответ, то есть вот такие вот вещи тоже получаются, это случается. Ну и что после этого? После этого на таких ценах у России, у нас цена отсечения, по-моему, там 42 доллара за баррель, то есть с которого начинается пополнение бюджета, а тут не то, что 42, тут до половины, дай бог, доходит, ну и нужно что-то делать, новые соглашения, которые опять-таки довольно долго обсуждаются, фактически весь апрель, ну и Россия принимает на худших условиях, там было 10% от объема картеля, здесь на 15% в итоге заговорились, то есть в полтора раза худшие условия. Но теми не менее заговорились, цены пошли наверх. При этом интересная была, если уж говорить про стратегическое взаимодействие, финальная стадия переговоров, когда уже все договорились, и тут всплывает не весь откуда взявшаяся Мексика, говорит, что вот у нас было соглашение, что нам на 300 тысяч долларов, на 300 тысяч баррелей в день нужно сократить добычу, а мы хотим только на 100. Вот, и вот давайте начнем сначала переговоры. Вот, и вот интересно, относительно маленькая Мексика, и тут появляются Соединенные Штаты на арене, говорят, нет, давайте уже соглашение подпишем, сокращение на 200 тысяч баррелей мы за Мексику внесем сами. То есть крупнейшая экономика мира в итоге сокращает поставки сильнее на 200 тысяч, а Мексика меньше на 100 тысяч, но лишь бы было подписано это соглашение, потому что иначе вся вот эта вот сланцевая нефть, которая становится просто убыточной при ценах не ниже 40, она у всех получается убытки. Но это вот такое вот отступление, что все эти самые переговоры, соглашения, это довольно серьезная штука. Ну вот, собственно, к чему приводят ценовые войны, приводят они к продаже по издержкам, по предельным издержкам, заметим, то есть без учета постоянных, без учета всех долгосрочных вложений. Значит, это одна очень жесткая модель ценовой олигополии. Теперь, что представляет собой количественное олигополие? Вот, и связана она с моделью еще более давней. Тоже каверзный вопрос. Как называлось равновесие Нэша до Нэша? Была такая концепция? Да, была. Ей на сто лет больше, чем Нэша. На сто с лишним лет больше, чем Нэша. Называлось она равновесие Курно. То есть Агюст Антуан Курно, это человек, который в 1838 году предложил первую модель экономики, но более-менее современного плана, которая как раз содержала в себе равновесие Нэша. Он там ничего не доказывал, но просто привел соответствующий примерчик. 1838 год. Представим себе, что на рынке есть некоторый спрос. Есть некий большой буквой Q, обозначим суммарный объем спроса. Пускай будет у нас рассмотрен спрос на бананы, который равен 100 минус P. P это цена в рублях, а Q это объем продаж. Так, единственное, сейчас посмотрю, правильные данные. 200 минус P. 200 минус P, конечно. Вот, есть. Ну давайте сразу, чтобы время не терять, более сложный случай. Рассмотрим. У нас есть два производителя. У нас есть поставщик бананов с Эквадора, который поставляет бананы с издержками 40 рублей за килограмм. Значит, C это предельные издержки, поскольку обходится каждый единица продукции, каждый килограмм бананов. Но есть и второй. А давайте сначала первую задачу решим. Вот просто нулевой случай, когда у нас есть спрос, есть такой вот отдельно взятый производитель. Какая будет установлена цена? Нужно пересечь МС с предельными ремнями. Ну, давайте все-таки максимизировать прибыль, как штука, которая работает на всех рынках, которую надо запомнить раз и навсегда и дальше пользоваться. По сути, конечно, то же самое. Значит, что у нас получается? У нас прибыль, это выручка минус издержки, выручка у нас P на 200 минус P, а издержки у нас 40 умножить на объем продаж, то есть на тоже 200 минус P. Ну, раскрываем скобки. 200P минус P в квадрате минус 8000 и минус на минус плюс, плюс 40P. Мы должны максимизировать эту величину по P. Берем производную. Производная равняется 200, плюс 40 это 240, минус 2P равняется 0, P со звездочкой равняется 120. Вот цена на бананы будет 120 рублей. Монопольная цена. Кстати, заметим, можно ли было эту задачу решить вообще сходу в одно действие? Можно. Где находится цена 120? Вот у нас есть себестоимость 40, и у нас есть максимальная цена на рынке. По какой цене бананы перестанут покупать? По 200. По 200. Где находится 120? Ровно посередке между этими двумя величинами. Свойство, которое иногда довольно удобно. При двух словах. Линейный спрос и неизменные предельные издержки. В этом случае цена находится ровно посередке между издержками. Что? Да, то есть оптимальная цена равняется Pmax плюс C пополам. Да? При линейном спросе и неизменных предельных издержках. Удобное свойство, которым можно пользоваться. Ну, объем, понятно, будет 200 минус 120 равняется 80. Прибыль, что мы продаем по 120, издержки 40, 80 рублей с килограмма, 80 тонн, 80 тысяч килограммов мы продаем, 80 на 80, это получается сколько? 6 400, да? Ну, 6 миллионов 400 тысяч компания получает. Хорошо. Ситуация номер один. на рынке появляется конкурент. Что представляет собой конкурент? Конкурент странный. Представляет производителя бананов с Чукотки. Издержки, соответственно, выше. Погода не позволяет по 40 рублей. И у нас по 60 рублей они привозят эти бананы. Что мы можем сделать? Какой стратег... Как? Ну, вам нужно назначать цены, так, чтобы он вообще не мог... Что для этого мы делаем? Мы делаем цену в 60. Ну, там, 59, 99, ну, чтобы не мучиться с этими копейками. Хорошо, мы делаем цену в 60, и он не входит на рынок. Что тогда будет? Если будет цена 60, ну, мы более того, еще в объемах выигрываем, да, у нас объемы 200 минус 60, 140. Соответственно, прибыль у нас равняется 60 минус 40. Мы 20 рублей с килограмма теперь получаем. 20 множить на 140, получаем 2 800. Ну, понятно, что она меньше, чем была раньше. Конкурент нам сильно мешает. Но она вполне положительная. Так что это, в принципе, возможная ситуация, если мы не пускаем, пускаем не пустить конкурента на рынок. А какая может быть другая альтернатива? Мы пускаем конкурента на рынок, да, но конкурент же тоже ведет себя рационально, да, и мы понимаем, что он тоже в каком-то количестве будет поставлять эту самую продукцию, да. У него объемы поставок Q2, и мы должны выбрать такие объемы поставок, чтобы прибыль оказалась максимальной. то есть это 1а, ну, там 1, а теперь вторая стратегия. У нас все неизменно. У нас и сегодня он приходит, и через месяц он приходит, и через полгода он будет приходить, всегда будет одно и то же. это уже к этому время, у тебя есть спрос. Да, это же не мгновенная ситуация. Нет, но просто вот первый, ну, по случаю один, у нас просто в данный момент идет стоянка. Но ушел, а если мы вернули цены на предыдущий уровень, он сказал, здравствуйте, это снова я. Это история с постоянными издержками входа на рынок. Такого здесь нет. так что называется не плодим сущности. Итак, прибыль первой фирмы, если конкурентом мы пускаем. Чему она равняется? p на q1 минус c1, то есть 40 на q1. А чему равняется p? Ну, как мы в монополии делали, нам удобнее выразить цену через объем, да? А p равняется тогда 200 минус q большое. А что такое q большое? Это суммарные поставки продукции на рынок. Сколько-то бананов привезли мы, а сколько-то привезли конкуренты. Ну, и, соответственно, мы привезли там 100 тонн, он привез там 50 тонн, вот цена всего 150 тонн, и цена будет 50 рублей, да? А если мы привезем 90 тонн, тогда будет 140, да? И может это как-то повлияет на нашу прибыль. То есть у нас получается 200 минус q1 минус q2. Понятно, да? Что происходит? Да. Да. Да, остальные тоже подключайтесь, если вопрос возникает, то спрашивайте. Вот, соответственно, мы вместо цены вот эту вот зависимость представляем. 200 минус q1 минус q2 умножить на q1 минус 40 q1. Да, совершенно верно. 200 q1 минус 40 q1 это 160 q1. Да, это наши поставки и его поставки. Минус q1 в квадрате минус q2 на q1. И что мы должны сделать? Мы должны максимизировать по q1. что у нас тогда получается? У нас получается производная, здесь нужно посчитать частную производную по q1. По q1 значит производная 160 минус от q1 в квадрате 2 q1 и от q2 на q1 заметим это же у нас как константа мы смотрим сколько бананов привез конкурент вот привез он 50 тонн мы подставляем 50 q1 привез он 30 тонн мы подставляем минус 30 q1 то есть мы видим его поставки и ориентируемся на них соответственно у нас получается минус q2 просто равняется нулю и это означает что мы можем у нас какая цель была определить наш объем поставок почему при максимальном при максимальной прибыли нас нас интересует максимизация прибыли мы выписали функцию прибыли вот эта вот функция прибыли и мы выбираем q1 которая дает нам максимальную прибыль никаких максимальных поставок у нас максимальной поставки 200 но это нас разорит вот соответственно q1 мы можем отсюда выразить получится что 160 минус q2 и все это деленное на 2 то есть 80 минус 1 вторая q2 очень важная зависимость которая называется кривая реакции или кривая наилучшего отклика best response то есть это наилучшее наше поведение в зависимости от поведения вот этого злосчастного конкурента с чукотки если заметим кстати если конкурент не входит на рынок q2 равняется 0 что у нас будет 80 мы действуем как монополист а вот если он приводит например 20 тонн 80 минус 1 вторая на 20 80 минус 10 мы поставляем уже только 70 а если он приводит 50 тонн тогда мы вычитаем половину вычитаем 25 если он приводит ну понятно что если он приводит 160 и больше то что это означает что цена падает ниже 40 и нам это невыгодно и мы не входим на рынок да ну понятно что мы не можем такую защиту от дарака если он дебил и он привез 160 себе в убыток да ну что делать нам не повезло в этом месяце мы на рынок не входим пускай продает себе бананы разорится напрочь и после этого его не будет да мы вернемся к уровню монополиста то есть в этом смысле мы понимаем как нужно себя вести у нас не цель сделать ему плохо у нас есть цель сделать себе хорошо ну или по крайней мере максимально хорошо в соответствии с тем что мы можем предпринять и вот собственно это мы получаем что делает конкурент делает по сути дела абсолютно то же самое ну только с поправкой на то что у него прибыль пи2 равняется п на ку2 здесь будет не 40 а 60 да 60 ку2 и по-прежнему будет 200 минус ку1 минус ку2 умножить на ку2 минус 60 ку2 равняется 200 ку2 минус 60 ку2 это 140 ку2 минус ку1 на ку2 минус ку1 на ку2 и минус ку2 в квадрате и максимизируем по ку2 что получается берем тоже производную приравниваем к нулю производная будет 140 производная дпи2 по дку2 140 минус производная по ку2 соответственно это у нас константа минус ку1 и минус 2 ку2 равняется нулю и отсюда ку2 равно 140 минус ку1 деленное пополам то есть 70 минус 1 вторая на ку1 куда нет на самом деле вот эти вот кривые реакции это очень важное понятие если уже там после нашего курса посмотреть например всякие модельки двухуровневые типа Штекельберга то можно как раз посмотреть как более дальновидные участники могут на этом заработать предполагая что будет делать рациональный конкурент вот поэтому эти вещи это довольно важная вещь и их не стоит упускать ну а здесь вот это наше оптимальное поведение а вот это его оптимальное поведение ну решаем эту системку как нам решить систему просто наверное самый простой вариант подставить ну например ку2 вот сюда да что у нас получится давайте наверх наверное это я сотру кусочек маленький вот и запишу вот здесь ку1 равняется 80 минус 1 вторая умножить на 70 минус 1 вторая ку1 да равняется 80 минус 1 вторая на 70 80 минус 35 будет 45 минус на минус плюс плюс 1 вторая на 1 вторую 1 четвертая ку1 ну и соответственно 3 четвертых ку1 равняется 45 отсюда ку1 равняется 60 да 45 так все правильно разделить на 3 умножить на 4 вот и ку2 подставляем 70 минус 1 вторая на 60 минус половина на 60 минус 30 получается 40 суммарные поставки 60 плюс 40 равняется 100 цена равняется 200 минус 100 100 ну и прибыль прибыль первого он продает по 100 а издержки у него 40 да соответственно 60 рублей с килограмма получает при этом объем 60 прибыль 3600 заметим что 3600 это больше чем 2800 когда мы не пускали конкурента то есть с конкурентом работать выгоднее ну а конкурента P2 он продает по 100 издержки у него в 60 он получает 40 рублей с килограмма таких продает там 40 тысяч килограмм у него прибыль 1600 но она положительна то есть он тоже работает на этом рынке несмотря на то что у него более высокие издержки при таких исходных данных именно так вот и вот эта вот ситуация является равновесием курно она же является равновесием нэша то есть это устойчивая ситуация мы не можем ничего делать мы если будем уменьшать поставки нам будет хуже если мы будем увеличивать поставки нам будет хуже если мы ну собственно это мы посчитали прибыль это и есть ну потребители можем взять и посчитать у нас 200 да спрос 200 минус P то есть это у нас под 45 градусов цена получается 100 да ну и вот треугольник 100 на 100 пополам сколько это получается это получается 10 тысяч пополам 5 тысяч ну потребитель ну как бы вот здесь уже например если мы рассматриваем ситуацию не пускать на рынок цена же была бы 60 да и тогда у потребителя было 140 на 140 пополам то есть 140 на 70 9800 то есть тогда бы потребителю было хорошо вот ну всегда а если бы была ценовая война там если бы второй был такой же производитель который тоже возит с Эквадора и по 40 тогда бы вообще была ценовая война у них все было совсем плохо а зато потребитель получил большие деньги но это модель Курно она рассматривает производителя да и те эффекты которые их взаимодействие влечет друг на друга что здесь не то что угроза входа здесь просто уже конкретный вход то есть нулевую ситуацию когда мы были монополистом мы рассматривали просто как то что было когда-то как альтернативную историю просто как такая тренировочка как решать такие задачи он может входить туда с нулевыми костами хорошо если косты не нулевые вот если мы даже считаем что это просто вот весь период взаимодействия вот каждый месяц он должен платить какую-то сумму за работу на рынке до миллион шестьсот он будет сюда входить вот собственно ограничение входа если мы пролоббируем допустим через государство что любой поставщик бананов должен на этом рынке платить 2 миллиона в месяц государству отчислений то тогда он на рынок не войдет вот и заметим кстати очень хитрая ситуация вот наверное последний аспект нашего курса который мы сейчас разбираем да спонтанно вот если будет лицензия да которая стоит 2 миллиона ну понятно что лицензию это государство с каждого собирает и с него и с нас но он посмотрел 1600 как-то 2 миллиона платить он не может он уходит мы получаем 6400 платим 2 миллиона оставляем себе 4400 и заметим 4400 это больше чем безо всяких лицензий мы получаем вот как мы выяснили здесь 3600 вот и при этом понятно что мы можем даже еще что-то там 100 тысяч платить каждый месяц чиновнику который будет лоббировать причем никто не подозревает в том что это сговор потому что мы там везде там в любом интервью в средствах массовой информации жалуемся вот государство нас тут наезжает каждый месяц мы тут не частные поставщики бананов а нам 2 миллиона платить за то что мы вас обслуживаем вот вот как сложно все складывается мы тут ели на грани выживания ну вот приходится вот некоторых разорили уже но мы еще держимся вот на самом деле пролоббировано было кем пролоббировано было этой самой структурой ну что на самом деле ну вот по российским данным я примерно похожую картину наблюдал когда лет 10 назад резко было увеличено необходимое страховое покрытие для турфирм особенно для турфирм которые работают на международном рынке то есть возят куда-нибудь в туры в другие страны вот было подано что это защита о потребителях потому что значит компания может разориться она может какие-то некачественные услуги а вот теперь если вдруг что то вот страховое покрытие значит вам поможет ну судя по тому что после этого там всякие Натали Турс разорились и многие другие довольно крупные даже операторы это не очень сильно помогло тем кто купили туры и не успели в них съездить ну результат что на потребителя это практически не повлияло зато это разорило достаточно большое количество маленьких фирм которые вынуждены либо были совсем уйти в тень либо что чаще вообще уйти с этого рынка по крайней мере международного либо их просто подмяли крупные туроператоры и они сказали ну ладно мы будем как турагентство от вас работать вот просто в каком-то регионе там от тестура там от анекса там от кого-то еще вот что конечно уменьшило конкуренцию увеличило цены на рынке вот вот примерчик как посредством государства через руки государства мы расчищаем поляну для того чтобы получать ту самую рыночную власть с которой в общем-то государство по идее должно бороться потому что рыночная власть она сокращает поставки увеличивает мертвые потери и уменьшает общественное благосостояние вот ну на этом наверное наш курс и завершается если вам что-то это заинтересовало то как бы большое количество всяких продолжений в разные стороны можно смотреть у меня на канале ну и надеюсь я здесь тоже не в последний раз как будет какая-то подобная уже рода встреча то соответственно приходите все спасибо за внимание до новых встреч до свидания спасибо до новых встреч Продолжение следует...